всякое бывает а вдруг если мне его не хватит я его где потом досаживать то вот он взял и кончился на 3 четвертях зуба это же не кусок ткани что пошел 2 отрезал ну вот собственно весь забор трансплантатов по всей видимости я даже не знаю чем рождены были когда-то эти мифы о сложности вот этих всех методик может быть потому что старались раньше забирать вот эти субопитериальные трансплантаты и было много осложнений но вот если я сохраняю над кознице то обычно там пациенты говорят внутри дня не дискомфортно кушать нет это не то что болит а я знаю я же брала субопитериальные трансплантаты как болит после них я не знаю я считаю что вот этот прямой метод он настолько прост и удобен в исполнении не надо искать никаких сложных путей я думаю что всем видно что его не до эпитализировать он настолько тонкий здесь просто не не взять вот здесь я уже все вот она костины и уже здесь не сделать ничего да мы его депетализируем ровным движением сбриваем простые петели петели нужно убрать здесь по возможности контролируя конечно это зрительно теперь начинаем с вами подшивать трансплантат трансплантат на время операции как только мы его забрали а сразу в физраствор помещается и всегда он там хранится и пока я работаю у меня всегда даже на всех операциях видно сейчас уже меньше тампон с визраствором у меня всегда в руке потому что как только я отворачиваюсь от пациента я на принимающая лужа его кладу да чтобы не высыхало слизистая нигде сейчас мы будем пытаться его зафиксировать простыми узловыми швами попробуем как-то сделать здесь видите проблема просто в том что сосочков у нее нету фактически но вот ту надкосницу которая умудрилась оставить и скелетировать мы еще используем будьте здоровы да Но есть исследование, говорящее о том, что зависит от слоя соединительно-тканного вот этого трансплантата, там коллагеновые пищи разного типа. И да, чем ближе к капителию, вот лучше располагать те, которые и должны были быть там. Ну, наверное, я никогда не переворачивала, не знаю, можно подспоминать сразу. Да? Не, ну можно, конечно, провести к своему. Да не то чтобы плохое, он иногда дает просто такой негативный рост, он же потом через 2-3 года еще все растет. Увеличивается, увеличивается в объеме. Это, конечно, хорошо, но не везде. Нет, в области имплантата, когда он себя так ведет, я очень искренне радуюсь. Потому что там, ну, все-таки проблема вообще как бы с какой-то трофикой, питанием. Но лучше пусть будет, я так всегда считаю, это проще убрать, чем наращивать. В каких вот ситуациях вы там негативные методики используете? В каких? Ну, вот. Ну, даже сейчас как бы. Множественная рецессия. Так. И? Использую. Ну, при биотипе толстом или средней хотя бы толщиной. Потому что, если тонкий биотип, я тоннелем не пользуюсь. У меня, я работаю тоннелем, ну, просто не так много, как, может быть, но... Чаще ротироваться, да, исполняется? Для умножочных рецессий, да. Он, честно говоря, более прогнозируемый. То есть, вот эта как бы ротация, она более прогнозируема, чем тоннель. Потому что в тоннеле там есть свои особенности. Там погибают трансплантаты, вы знали. Потому что вы не можете качественно принимающую лыжу стопроцентно подготовить. И очень часто, когда чуть-чуть затупился инструмент, мы начинаем просто не резать, а размозжать тканью. И это, конечно, здорово для успеха. Я считаю, что эта методика очень травматичная. Хотя работаю, когда хорошая, то такая толстенькая десенка, почему же нет, можно этот тоннель сделать. Хотя на сегодняшний день тоннель так модифицировался, что он еще и перемещается вниз. И на подвешенных композитных швах. И тоже он уже немножко другой. Это не совсем тот самый тоннель. Ну что, мы с вами начинаем выполнять ротацию двойным обливным швом кисетным. Единственное, тут нету межзубного промежутка, поэтому я буду ушиваться вот туда далеко. Да, ну это уже очень часто у них, видите. А с другой стороны, там, где было бы возможно, к сожалению, есть ломали челюсть. Вот, по вот этому шву, скажите мне, пожалуйста, есть у кого-нибудь вопросы? По обвивному. Или прорежется. Вот, 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 вот. Свершающий. мы тут даже почти вышли вот как бывает видно где-то истончила сильно и порвалась но то есть это конечно не криминал так нет просто я перешиваю все достаю и пишем